О, жалей, душа моя, зазнобушка, молодецкого плеча! Эта коробушка действительно полна, но вместо сицы и парчи – кролики и нутрии гуси и фазаны. Например, лимонные. В этой птичьей семье самка кажется серой мышью рядом с красочным самцом. Заводчик объясняет, неброская внешность помогает молодой матери, сидящей на гнезде, не привлекать внимание хищников. Скромнее самцов выглядят и дамы-павлины, но все равно красиво. Кстати, разводят экзотических птиц для души. Практического толка в них нет. Придешь с работы, ходят, когда атакуют, хвост распустят. Успокаивающе, красиво. Это очень приятно посидеть, посмотреть. Конечно, кричат они не очень так, углево кричат. Но именно сама красота птицы, само оперение очень симпатичное. Зачем курам надевают очки? На самом деле аксессуар не дает скандальным пернатым смотреть глаза в глаза противнику. Нет конфликтов, целохозяйство. А вот нубийские козы вполне миролюбивы. В Курской области веслоухих парнокопытных разводят недавно, но однозначно называют перспективным направлением. Они при третьем-четвертом акоте могут дать до 7 литров молока. Молоко жирное, ну, на сливочное походу. Сливочный вкус. Вырастают большие, ну, размером с вольер примерно. Больше 70 участников из Курской, Белгородской, Липецкой, Калужской областей, а также Республики Беларусь представили редкие породы домашних птиц и животных. Приняли участие в выставке производители природных биопрепаратов, кормов и оборудования. Согревали участников бесплатный горячий обед, музыка и, конечно, общение. Здесь в основном идет обмен породами, обмен ремонтным стадом. Когда, чтобы с тем, чтобы не потерять нам эту породность, чтобы сохранить ее и приумножить, это обязательно нужно было, чтобы области обменивались между собой и птицей, и кроликами. Тогда, конечно, уже будут и породы сохраняться, и будет на дворе все. Эта ярмарка стала последней в уходящем году. В следующий раз Курское подворье развернется на магистральном проезде в апреле 2019-го. Юлия Матвеева, Сергей Дорохов, телеканал СЕИН.